перекусить арматуру, также любые металлические пруты, ограды. И еще у него отличительная особенность – им можно разжимать. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент ГАСИ – пожалуй, главное оборудование, которым спасатели пользуются на происшествиях. Параллельно используют и вот такие кусачки. Между собой спасатели называют их «попугай» из-за схожести формы с клювом птицы. Да и детям такое наименование инструмента запомнить проще. Оборудование ребята видят впервые в жизни. Ежегодные визиты в центр в первый день лета – это уже добрая традиция для спасателей. Они не только развлекают ребят, которые на время оказались без своих семей, но и напоминают правила отдыха в преддверии летнего сезона. Ведь малыши в силу возраста зачастую не знают элементарных правил безопасности и поэтому попадают в происшествия. Бывают и чаще всего это какие случаи? Это аварии, ДТП, где участвуют в том числе и дети. И чаще всего это случаи на водоемах, когда дети плавают, заплывают куда не положено, могут зацепиться за что-то на дне, если неизвестно, что там, и могут утонуть. Такие случаи бывают. В профилактической работе подключены все без исключения спасательные формирования. На протяжении всего теплого сезона в регионе будет проводиться акция лета безопасности. В рамках нее каждый ребенок получит ценный ликбез по правилам поведения дома и на отдыхе от силовиков. Это обучение их правилам пожарной безопасности, правилам поведения на водных объектах, правилам поведения в лесу, допустим, на отдыхе и так далее. В течение всего лета мы будем приходить как в гости, допустим, сейчас будут действовать школьные лагеря в течение июня месяца, мы будем к ним приходить проводить занятия, либо они будут приходить к нам в гости в пожарную часть. Руководство центра старается найти для этих ребят как можно больше моментов для улыбок, ведь все эти дети оказались здесь не от хорошей и счастливой жизни. У ребят серьезные проблемы в семьях, где-то неблагополучные родители, где-то дети надолго были оставлены без присмотра. Органам соцзащиты и администрации города приходится вмешиваться в жизнь владимирских семей. У нас в городе Владимире существует группа экстренного реагирования при комиссии по делам несовершеннолетних. Вот эта группа экстренного реагирования, она, в принципе, может деток изымать и вечером, и в нерабочее время, и ночью, в зависимости от того, какая ситуация случилась в семье. По сигналу полиции эта группа может собраться и выехать для того, чтобы на месте уже разобраться, какая ситуация произошла. Если нет возможности оставить ребенка под присмотром, его привозят в этот центр. Он рассчитан на 25 детей. Всего же в базе соцзащиты города порядка 400 детей, которым в любой момент может потребоваться помощь со стороны. Если реабилитационный центр не вместит всех, ребят развезут в центры по области. Несмотря на тяжелую ситуацию в семье, и у этих ребятишек будет настоящее лето, большинство из них отправятся в оздоровительный лагеря по бесплатной путевке.